Франция в огне, как французские власти игнорируют свой народ, а демократия строит гильотины. Знаменитой площади Согласия в центре Парижа, где 200 лет назад казнили французских монархов, в пору вернуть старое название – площадь революции. Теперь тут полыхают костры, возводятся баррикады, летят камни, бутылки, взрывается пиротехника, а воздух пропитан слезоточивым газом. Центральная площадь Парижа напоминает поле боя, и согласием здесь даже не пахнет. Но если бы только Париж, вот уже два месяца полыхает вся Франция. Люди не согласны с пенсионной реформой, которую власти протолкнули в обход парламента. Национальные СМИ пишут об острейшем социальном и политическом конфликте. Однако власти страны демонстрируют поразительное хладнокровие, и идти на компромиссы с собственным народом не намерены. И заметьте, мы говорим о государстве, которое считается оплотом европейской демократии. Что на самом деле происходит в стране свободы, равенства и братства? Почему пенсионная реформа – не единственная причина негодования французов? Где зарыты корни конфликта? И как будет развиваться ситуация дальше? Об этом в обзоре Белта. Тенденция к росту. Когда выходят на пенсию в странах Европы? Прежде чем разбираться в причинах негодования французов, стоит посмотреть на картину со стороны. Возраст выхода на пенсию в разных странах мира отличается. В основном это 60-65 лет. В некоторых странах женщины имеют возможность выходить на пенсию раньше мужчин. В других условия для женщин и мужчин уравниваются. Также на пенсионный возраст может влиять трудовой стаж или условия труда. В последние годы ряд стран проводят реформу, направленную на увеличение пенсионного возраста. Это обусловлено ростом продолжительности жизни, старением населения, а также экономическими факторами. Для наглядности рассмотрим, как отличается возраст выхода на пенсию в некоторых странах Европы. В Беларуси возраст выхода на пенсию составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Таким образом, наша страна входит в число государств Европы с самым низким пенсионным возрастом. Стоит отметить, что в Беларуси возраст выхода на пенсию уже повышался. В 2016 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, женщины в 55. С 2017 года пенсионный возраст начал постепенно повышаться. Остановился рост в 2022 году. В России в 2019 стартовала пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста. К 2028 году возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Согласно данным ОЭСР, в Евросоюзе средний возраст выхода на пенсию составляет 64,3 года для мужчин и 63,5 года для женщин. Данные по каждой отдельной стране приводит информационная система ЕС по соцзащите МИСОС. Рассмотрим некоторые страны. Австрия. Пенсионный возраст в настоящее время установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако сейчас в стране проходит пенсионная реформа, в результате которой к 2033 году пенсионный возраст для женщин будет повышен до 65 лет. Германия. Возраст выхода на пенсию постепенно повышается с 2012 года. Планируется, что с 2031 года он будет унифицирован и составит 67 лет для женщин и мужчин. Бельгия. Возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин составляет 65 лет. Но, опять же, к 2030 году его планируется увеличить до 67. Дания. В 2022 году установленный законом пенсионный возраст для мужчин и женщин составил 67 лет. К 2035 году власти намерены поднять его до 69 лет. Греция. Установленный законом возраст выхода на пенсию составляет от 62 до 67 лет, в зависимости от трудового стажа. Италия. Возраст выхода на пенсию 67 лет. Но предусмотрены многочисленные исключения для госслужащих и работников частного сектора, которые позволяют выходить на пенсию раньше. Польша. Возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин отличается. Он составляет 60 и 65 лет соответственно. Литва. В стране постепенно увеличивается пенсионный возраст. Сейчас он составляет 64 года и 4 месяца для мужчин, 63 года и 8 месяцев для женщин. Однако, к 2026 году он будет увеличен до 65 лет одинаково для мужчин и женщин. Латвия. В настоящее время возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин составляет 64 года и 3 месяца. К 2025 году он будет увеличен до 65 лет. Эстония. Женщины и мужчины сейчас выходят на пенсию в 64 года и 3 месяца. К 2026 году пенсионный возраст также увеличится до 65 лет. А с 2027 года пенсионный возраст будет привязан к изменению продолжительности жизни в стране. Чехия. Мужчины выходят на пенсию в 63 года и 10 месяцев. Женщины могут выйти на пенсию раньше, между 60 и 63 годами, в зависимости от количества рожденных ими детей. Стоит отметить, что правительство Чехии планирует провести пенсионную реформу, в результате которой трудящиеся смогут выходить на пенсию в 68 лет. Такое решение уже вызвало волну недовольства в стране. На этой неделе в Праге прошла акция протеста, участники которой заявили о намерении обратиться в Конституционный суд Чехии. А теперь вернемся во Францию. Согласно проводимой властями реформе, пенсионный возраст в стране будет постепенно увеличиваться с 62 до 64 лет до 2030 года. Это касается и мужчин, и женщин. Реформа предусматривает исключения для определенных категорий граждан, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях. Но в целом пенсионный возраст во Франции, а также условия выхода на заслуженный отдых соответствуют общеевропейским стандартам. Так в чем же причина такого негодования жителей страны? От Миттерана до Макрона, как французов лишали социальных завоеваний. В 1982 году, когда во главе Франции стоял президент-социалист Франсуа Миттеран, пенсионный возраст был снижен с 65 лет до 60. При Миттеране также появилась рабочая неделя в 39 часов и пятая оплачиваемая неделя отпуска, увеличена минимальная зарплата и расширен перечень социальных выплат. Во Франции также длительное время действовали особые пенсионные режимы для некоторых категорий граждан. Например, был значительно снижен возраст выхода на пенсию для военных, работников морского и железнодорожного транспорта, электрической и газовой промышленности. После Миттерана правительство Франции неоднократно поднимало вопрос повышения пенсионного возраста на фоне увеличения продолжительности жизни и роста числа пенсионеров. Кроме этого, экономические проблемы вынуждали власти страны искать возможности урезать расходы бюджета. Однако подобные инициативы воспринимались французами как попытка лишить их социальных завоеваний и встречали резкий отпор со стороны профсоюзов и общественности. Попытки провести пенсионную реформу дважды предпринимались при президенте Жаке Шираке. При этом в 1995 году такая попытка вызвала волну забастовок, после чего правительство ушло в отставку. И все же пенсионный возраст во Франции был повышен. Это произошло в 2010 году, когда во главе страны стоял Николя Саркази. В результате пенсионной реформы впервые за 28 лет возраст выхода на пенсию увеличился на два года – с 60 до 62 лет. Тогда – 13 лет назад. Как и сейчас, французское общество бунтовало. Страну охватила волна протестов и забастовок, в которых приняли участие более миллиона человек. Когда протестующие начали блокировать НПЗ и в стране возник дефицит бензина, Саркази пошел на силовые меры. В стране также был принят закон, согласно которому участникам забастовок грозило тюремное заключение. В итоге пенсионная реформа была принята, а французам пришлось смириться. По пути Саркази сейчас идет Эммануэль Макрон. Еще в начале своего первого президентского срока Макрон анонсировал проведение в стране пенсионной реформы. Он не раз заявлял, что во Франции работают недостаточно и живут непосредством. При этом французский лидер отказался облагать налогами сверхприбыли крупнейших компаний в стране, что позволило бы пополнить бюджет страны без социальных шоков. На фоне пандемии коронавируса власти отложили повышение пенсионного возраста и вернулись к этому вопросу в начале 2023 года. 10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила основное предложение реформы. Прежде всего, власти инициировали постепенное. До 2030 года увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Некоторые категории граждан – сотрудники полиции, тюремные охранники, авиадиспетчеры – по-прежнему смогут выходить на пенсию досрочно. С 2027 года, чтобы получать полную пенсию, французы должны будут платить взносы на социальное страхование не 42 года, как сейчас, а 43. Кроме этого, пенсионная реформа предусматривает отмену некоторых специальных пенсионных режимов в различных отраслях. Например, для железнодорожников, работников электроэнергии и газовой промышленности, сотрудников Центрального банка. Примечательно, что в этот раз против пенсионной реформы выступили не только рядовые граждане, но и члены парламента Франции. Именно поэтому, опасаясь, что законопроект не получит одобрение в национальном собрании, правительство протащило реформу во вход парламента. Премьер-министр Элизабет Борн применила третий параграф 49-й статьи Конституции Франции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. «Мы не можем играть в рулетку с будущим пенсионной системы. Эта реформа необходима», – заявила в парламенте Борн. А вот что ответил на это член парламента от партии «Национальное объединение» Себастьян Шиню. «Это смерть самой идеи парламентской демократии, отрицание чаяний французского народа. Без сомнений, вы доказали, что власть находится в руках одного человека, одной концепции, одной идеологии». Действия правительства раскритиковал и депутат парламента от движения «Неподчинившаяся Франции» Климантиен Атен. «Правительство не может увеличить на 2% налог на богатых, но готово заставить французов работать больше», – заявил Атен. Задействовав 49-ю статью Конституции, правительство берет на себя ответственность за утверждение документа. Данная процедура позволяет автоматически считать законопроект принятым, если в течение 24 часов правительству не будет вынесен вотум недоверия. Стоит отметить, что после решения Борн на голосование были представлены сразу два вотума недоверия. Однако они были отклонены из-за нехватки голосов. После этого депутаты подали запросы в Конституционный совет, чтобы тот дал оценку соответствию законопроекта Конституции страны. Ожидается, что решение будет вынесено 14 апреля. Также Конституционный совет выскажется о возможности проведения референдума по вопросу пенсионной реформы, на чем настаивают профсоюзы. Согласно опросу общественного мнения, проведенного по заказу телеканала BFMTV, свыше 70% французов считают, что правительство должно отказаться от пенсионной реформы. При этом большинство французов считают, что власти их не услышат. Агрессия зашкаливает. Что происходит, когда проблемы решают на улицах? Первые протесты вспыхнули по Франции еще в январе. В них приняли участие до 2 миллионов человек. Затем в течение двух месяцев люди выходили на улицы практически каждую неделю. Протесты во Франции носят общенациональный характер, в них принимают участие жители всех регионов. Самые масштабные демонстрации проходят в Париже, Бордо и Страсбурге. Как правило, акции начинаются мирно, но затем перерастают в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные демонстранты поджигают автомобили, мусорные баки, остановочные пункты, бросают в полицейских бутылки, камни и пиротехнику. Стражи правопорядка отвечают слезоточивым газом и поливают протестующих из водометов. Счет задержанных и раненых уже идет на тысячи. В целом, читая заголовки французских СМИ, создается ощущение полного хаоса в стране. В Бордо во время митинга подожгли ворота у здания мэрии. В том же Бордо радикалы оккупировали кампус университета. Власти ничего не могут сделать. Участница протеста в Руане потеряла большой палец руки во время взрыва гранаты. По Франции старшеклассники заблокировали более 500 школ по призыву профсоюзов. Казалось бы, протесты против пенсионной реформы и где школьники? По данным полиции, у некоторых участников демонстрации были изъяты пиротехника, ножи и бритвы, а также легкие наркотики. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что стражи правопорядка столкнулись с чрезвычайно насильственными действиями со стороны части демонстрантов, которые состоят в радикальных организациях, а некоторые из них и вовсе прибыли в страну из-за рубежа. Немало вопросов есть и к действиям французской полиции. Так, на минувшей неделе во время разгона демонстрации на западе Франции пострадали более 200 человек. Как сообщает Евроньюз, один из протестующих потерял глаз после попадания снаряда, выпущенного полицией, а двое других попали в кому. Но основной спор сейчас заключается в том, препятствовали ли правоохранительные органы вмешательству служб экстренной медицинской помощи. На записи, опубликованной французским изданием Mediapart в координации с Лигой прав человека, слышен телефонный разговор с сотрудником скорой помощи. Он объясняет, что ни вертолет, ни машина скорой помощи не могут попасть в зону столкновений из-за распоряжения правоохранительных органов. Национальная жандармерия заявила, что эти обвинения фальшивые. Французская газета опубликовала аудиозапись с акции протестов в Париже, на которой слышно, как полицейские, предположительно из материзованной бригады Брав-М, угрожают задержанным насилием. «Клянусь, я сломал бы тебе ноги. Могу тебе сказать, что мы ломали ноги, плечи, шеи. Но тебе я бы сломал ноги», слышно на записи. Также отмечают, что на записи несколько раз слышны звуки ударов. Одним из характерных спецсредств, которыми вооружены полицейские в Брав-М, считаются короткие резиновые дубинки. Их сделали более практичными и компактными для езды на мотоцикле. Каждый агент также оснащен ручными гранатами со слезоточивым газом, сообщает французская радиостанция RFI. Как отмечает издание Liberation, с начала крупных протестов против пенсионной реформы Брав-М как минимум семь раз обвинили в полицейском насилии. Речь идет только о тех случаях чрезмерного применения силы, которые подтверждены видеозаписями или несколькими независимыми свидетелями. На некоторых видео полицейские без видимой причины бьют дубинками протестующих или случайных прохожих. Жертвами агрессии стали и журналисты. Независимый репортер Поль Бойер, с которым удалось связаться Liberation, рассказал, что получил травму головы и руки. По его словам, полицейский ударил его по голове со спины, хотя журналист показывал пресс-карту агенту полиции, избрав М. Еще одного фото журналиста Рафаэля Кеслера в ходе акции протеста задержали почти на сутки. Его подозревали в участии в незаконном митинге с целью нарушения правопорядка. Однако доказательств этому представлено не было, поэтому фотографа отпустили без предъявления обвинений. Организация Репортера без границ сообщает и о других случаях полицейского насилия в отношении журналистов. В связи с этим организация обратилась в Министерство внутренних дел Франции. Отличить правду и ложь, когда в стране такой накал страстей, довольно сложно. Эмоции неразбериха становятся благодатной почвой для фейков. А когда подключаются в социальные сети, то дезинформация начинает распространяться со скоростью света. Об одном из таких фейков рассказал телеканал Евроньюз. В соцсети Twitter было распространено видео, на котором якобы показано, как французская жандармерия вмешивается в столкновение между полицией и демонстрантами. На видео жандармы заявляют полицейским, что их методы слишком жестокие. Видеозапись прокомментировал французский левый политик Бастиан Лашо. Даже жандармам стыдно от жестоких действий антипротестной полицейской бригадой, и они вынуждены привести их в чувство. Быстро расформируйте это вредоносное подразделение. Евроньюз нашел оригинальное видео, но оно на самом деле датируется июня 2020 года и не имеет ничего общего с недавними демонстрациями против пенсионной реформы. Помимо протестов против пенсионной реформы, во Франции продолжаются забастовки работников самых различных отраслей – госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей, сотрудников портов. В стране блокируются дороги, железнодорожные вокзалы и аэропорты, не работают крупные предприятия, закрываются учебные заведения и даже больницы. После того, как протесты поддержали мусорщики, улицы многих французских городов стали напоминать свалки, а жители говорят о санитарной катастрофе. Бастуют и нефтеперерабатывающие предприятия, из-за чего на некоторых автозаправках исчезло топливо. В результате власти распорядились использовать стратегические запасы топлива. Ситуация в стране наносит серьезный урон экономике. Протесты негативно влияют на деловой климат. Забастовки парализуют работу предприятий. Эксперты говорят, что если блокировки НПЗ продолжатся, это отразится на стоимости продуктов. Серьезно страдает и сфера туризма. Так, оборот ресторанов сократился почти на треть. В отелях отменена пятая часть бронирований на апрель. Однако профсоюзы не собираются сдаваться. Так, глава профсоюза Всеобщая конфедерация труда Филипп Мартинос пригрозил поставить экономику на колени, если правительство не откажется от своих планов. Не пенсии единой. Чего хотят французы? Если в начале протестов французы требовали отмены пенсионной реформы, то теперь все чаще звучат призывы к правительству и президенту страны уйти в отставку. Манифестанты на улицах Парижа заявляют, что движение направлено против политики французского президента в целом. Многие люди на улицах Парижа говорят, что их гнев направлен на Эммануэля Макрона, который, по их словам, представляет угрозу французским институтам и французской демократии именно из-за того, как он все делает, как себя ведет, как справляется с этим и другими кризисами. Эммануэль Макрон на этой неделе выступил по французскому телевидению, заявив, что он не собирается отступать, что эта реформа тяжела, но необходима. Все эти люди говорят, что до тех пор, пока он не передумает и не откажется от этого проекта, они будут продолжать выходить на улицы, рассказывает корреспондент Евроньюз Аннелиз Боржес. В протестах участвует немало молодых людей, но лишь немногие из них вышли на улицу из-за повышения пенсионного возраста. Для большинства протестующих реформа стала триггером к выражению недовольства происходящим в стране. Об этом говорит 21-летняя студентка. Мы выступаем против политики правительства в глобальном смысле, например, против политики, которую оно проводит в отношении климата или мигрантов, то есть проблематика гораздо шире. Многие молодые люди осудили процедуру, запущенную правительством для проведения пенсионной реформы в обход парламента. Молодежь расценивает такой шаг, как угрозу демократии. Недовольство французов кроется и в снижение уровня жизни в стране. При таком раскладе работать дольше они не хотят. Многие недовольны тем, что падает покупательная способность зарплат, а цен растут. Вопросы энергетического кризиса волнуют. Многие недовольны просто стилем правления Макрона. Многие его просто ненавидят, рассказал телеканалу Мир24 ведущий научный сотрудник Института Европы Иран Сергей Федоров. Французы не раз обвиняли своего лидера в двуличности. Вот, например, обращение к ливанцам в 2020 году. «Революция не происходит по чьей-то указке, ее совершают люди», – заявил тогда Макрон. А вот что сказал Макрон, но уже французам. «Толпа не имеет легитимности и не имеет прав посягать на представителей народа». Раздражение французского общества вызвало нежелание Макрона идти на диалог с народом в пенсионной реформы. Лишь 22 марта, когда законопроект был принят, Макрон решился дать интервью главным телеканалам Франции. Вот что говорит об этом французская радиостанция RFI. Впервые за два месяца острого социального и политического кризиса, вызванного непопулярной пенсионной реформой, президент Макрон решил напрямую обстоятельно объясниться соотечественниками, дав получасовое интервью первому и второму телеканалам. До сих пор он предпочитал оставаться в стороне отборных дебатов и массовых протестов, которая вызвала его собственная инициатива. Его лаконичные комментарии сводились к тому, что реформа необходима и будет проведена. В публичном поле президентское решение отстаивали премьер-министр Элизабет Борн и ее правительство. И далее RFI продолжает. Ограничившись повторением не раз звучавших аргументов, Макрон не сказал ничего нового. Предложенную реформу называют несправедливой по отношению к ряду категорий трудящихся. Чьи интересы не учтены в достаточной степени. Это и женщины, чей трудовой стаж перерывается рождением и воспитанием детей и которые нередко имеют неполную занятость. И те, кто рано начинает трудовую жизнь или работает в тяжелых и вредных условиях. Наконец, реформа не содержит действенных мер решения структурной проблемы Франции – низкой занятости людей старших возрастов. Ничего не ответил Макрон и на требования левых сил рассмотреть дополнительные источники финансирования пенсионной системы. Макрон, впрочем, признал, что в массовых протестах французов появляется ощущение несправедливости. Это чувство, которое испытывают трудящиеся, президент перефразировал словами. От тех, кто и так всегда вкалывает, требует еще и дополнительных усилий. Многие ожидали, что в долгожданном телеинтервью президент все-таки объявит о каких-то знаковых политических шагах в ответ на острый и продолжающийся кризис. Например, отправит в отставку правительство, которое продавило пенсионную реформу в парламенте. При этом правительство едва устояло при голосовании по вотому недоверия со стороны оппозиции, которой не хватило всего девяти голосов, чтобы отправить в отставку кабинет министров и похоронить пенсионную реформу. Однако Макрон заявил, что по-прежнему доверяет премьер-министру Элизабет Борн и ее правительству. Реакция на интервью французского лидера была вполне предсказуемой. Лидеры двух крупнейших профсоюзов Франции обвинили Макрона в презрении к миллионам протестующих, в упорном нежелании их услышать, отрицании реальности, глумлении над оппонентами и даже во лжи. Лидеры крайней левой партии «Непокорная Франция» назвали выступление Макрона прямым эфиром из параллельной реальности, который в очередной раз продемонстрировал его фирменное презрение к согражданам, профсоюзам и оппозиции, а также абсолютную пустоту его рассуждений и инициатив. Лидеры социалистической партии обвинили президента в том, что он подливает масло из без того хорошо горящий огонь социального и политического конфликта. В партии «Зеленых» отметили, что ничего не ожидали от выступления президента, но было бы лучше, если бы он ничего не говорил. И даже правые республиканцы, которые поддерживают повышение пенсионного возраста, заявили, что предложения президента не отвечают масштабам переживаемого политического и экономического кризиса, а также винили Макрона в непонимании серьезности существующего в стране раскола и игре с огнем. Тем временем хэштег «Макрон мусор» возглавил тренды твиттера во Франции. Это произошло после ареста француженки, оскорбившей президента Макрона в соцсетях. Женщина опубликовала пост «Мусор будет говорить завтра в 13.00». Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на год и штраф в размере 15 тысяч евро. Доверие к власти минимальное. Чего ожидать дальше? Стоит ли удивляться, что рейтинг французского лидера упал до минимума за последние четыре года? Согласно соцопросу, проведенному в марте кампании БВА, менее трети респондентов, это 28%, удовлетворены работой Макрона в должности главы государства. В конце февраля этот показатель составлял 34%. В последний раз рейтинг Макрона опускался до таких низких отметок в 2018 году, когда во Франции проходили протесты желтых жилетов. Рекордно низкий рейтинг – 28% и у премьеры Элизабет Борн, которая возглавила правительство чуть менее года назад. Опрос также показал, что большая часть респондентов – 70% – не согласна с пенсионной реформой в стране. При этом больше половины опрошенных – 64% – выступают в поддержку забастовок и протестных акций против правительственных мер. Между тем, итоги марша несогласных с пенсионной реформой, прошедшие 28 марта, демонстрируют некоторые снижения протестного движения. По данным МВД Франции, в акциях протеста приняли участие 740 тысяч человек. Профсоюзы дают другую статистику. По их данным, в целом по стране протесты вышли 2 миллиона человек. Новые забастовки демонстрации против пенсионной реформы во Франции запланированы на 6 апреля. Примечательно, что правительство Франции впервые за 2,5 месяца протестов согласилось на диалог с профсоюзами. Премьер-министр Элизабет Борн заявил о готовности до 6 апреля провести встречу с представителями межпрофсоюзного объединения. С нами не проводили встреч после 10 января, когда была представлена реформа. «Сегодня вечером мы получили приглашение для межпрофсоюзного объединения от премьер-министра», цитирует ТАСС главу профсоюза «Демократическая конфедерация труда». Он также отметил, что ранее официальный представитель правительства, министр-делегат Оливье Веран, отверг предложение о встрече, с которым выступили профсоюзы. За поиск компромисса высказался и бывший президент Франции Франсуа Алланд. Он считает, что Макрон должен направить сигнал примирения противникам пенсионной реформы, чтобы преодолеть конфликтную социальную ситуацию в стране. Отвечая на вопрос, кому выгоден социальный конфликт, он сказал, что понять это можно будет только в президентских выборах в 2027 году. Но политическая ситуация во Франции крайне тревожная. Крупные партии, которые управляли страной на протяжении 40 лет, значительно ослаблены, если не сказать развалились, отметил Алланд. По его словам, существует опасность прихода экстремистов к власти в республике. К слову об экстремистах. На площади Согласия в Париже участники протеста заявили, что нынешнего французского лидера может дождать судьба короля Людовика XVI, которого казнили на этой же площади во время Великой Французской революции. «Мы обезглавили Людовика XVI, мы можем сделать это снова с Макроном», — скандировали протестующие. Кроме этого, на митингах неоднократно были замечены макеты гильотины. Будем считать, что речь идет о метафорическом образе. Но если говорить о метафорах, то образ оторванного от жизни Людовика XVI и его супруги Марии Антуанетты как нельзя кстати. Именно Марии Антуанетте приписывают знаменитую фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Со временем эта фраза стала символом непонимания того, как живется обычным людям. Хочется надеяться, что нынешние французские власти не настолько оторваны от жизни и от своего народа, как в последней монархии дореволюционной Франции. Иначе конец их не завиден.